Я нахожусь на переулке перспективном, сейчас в районе 10-11 дня, но вот здесь вот такая странная картина, сейчас воняет нелицеприятно, сами понимаете чем. Ну сейчас буду спрашивать, вот смотрите, что происходит, то есть машина сюда скачивает нечистоты. Добрый день! Добрый день! Скажите, а что здесь происходит? Вот разбираемся. В смысле, добрый. А вы, вы кто, извините? А вы кто, извините? Сейчас покажу. Вы участковый, очень приятно. У меня заявление по поводу нечистоты. Пресса. А что вы вот это делаете? Это у нас разрешенный слив, который мы разрешили водоканал, чтобы мы сливали здесь нечистоты. А у вас документ есть на разрешение? Нет, это мы показываем. Вы смотрите, да? А там адрес этот указан каким-то? Просто у меня есть, я вижу письмо. Немного другого характера. Смотрите, вот перспективный додаток. Додаток три. Перспективный прогулок. Уму непостижимо. То есть вот, пожалуйста, и пожалуйста, вот, смотрите, термин. Вважается продолженным на каждый наступный рік, если за месяц до закинчения терминодий не найдена, надана заява одния из сторин про разервание договора. Это с 4 сичня 11-го года. Уму непостижимо. И часто вы сюда ездите? Конечно нет. Дело в том, что это центральный коллектор, который водоканал нам разрушил. А как вы считаете, вообще это нормально, что... Не, не к вам претензия, просто это нормально, что вам сюда направляют вас сливать? Я не знаю. Ну, смотрите, получается вот какая вещь. Центральный коллектор вот в таком состоянии. Странное отверстие посреди дороги, да, посреди улицы. То есть в любой момент, в любой части города, любой из нас может столкнуться с тем, что водоканал разрешит сливать нечистоты в отверстия посреди улицы, там, где проходит центральный коллектор. По моим сведениям, здесь за день проходят 30, 40, до 50 машин. Но я этого пока не видел, мне тяжело об этом говорить. Но мне уже самому становится интересно. Я хочу все-таки походить сюда и посмотреть, как часто. Ну вот, например, видим вот этот номер. А дальше будем смотреть, кого мне удастся еще здесь встретить с вот такой эпопеей. Но смешно. Нет, не смешно, это грустно. Нечистоты могут оказаться у любого из нас. Во дворе, возле дома. Жаль. Сейчас подвезли мне вот такой документ. А вот посмотрите, сейчас моет машина развернулся и уехал. Он едет еще. Ага, уже видит, что здесь что-то происходит. Значит, в этом документе, подписанном ВО Генерального директора Полтава Водоканал, паном Егоровым, написано, что станом на 1-е, 11-е, 16-е року здесь точка отсутствия. Нема тут куда выливать. И я не вижу, куда тут выливать. Интересно, а кто вы, потому что вы превращаете работу в цирк, понимаете? Нам работать нет. Мне тогда с вами нечего заваривать. Если вы... Не, ну подожди, как ты делаешь? Вы мне бумажку тут покажете. Пожалуйста. Сейчас будем решать с этим человеком, который нам даёт оборону. Без проблем. Решайте. Решайте, вы решайте. Подожди, что это мы решаем? Мы связаны через Водоканал. Нам Водоканал... Давайте, набирайте. Набирайте, набирайте. Набирайте, пожалуйста, человек. И это все равно знаешь, что ты, например, чим-то кируешься. И ты говоришь с ним, что он говорил там, и ты и работаешь. И они же тебя слушаются, понимаешь? Так само и мы. Он начальник. Если он нам сказал, что тут не сливается, мы тут не сливались. Так что, претензий нема, но вы же его, это самое, жар. Ну, сейчас съезжаются хозяева перевозчиков этих, которые возят нечистоты. Водоканалы ведут себя немножко некорректно. Но мы должны понимать, что происходящее не так уже и хорошо. Водоканал, одно письмо договора 2011 года говорит о том, что лонгируется автоматически и можно здесь выливать. А письмо от этого года гласит о том, что здесь нету точки слива. Но опять же, ну как так можно? Я не знаю, честно я скажу. В эту щель, еще раз вам покажу ее. Вот это точка слива, которую в устной форме разрешает водоканал. Начальство водоканала сливает нечистоты. Место неорганизовано, ну, я не знаю, но я думаю, что так не должно быть. Так, полтавый водоканал разгад уже в ваших улицах. Так, за выходом нового 23, 20, 20, 10, 16 поведомляющая точка. Прием в рядких отходах проволок перспективный полтавский он станет на 01.11. Отсутно. В ВОО Генеральный директор Коп. Водоканал. Так, что нам делать? Так, что, отправлять их до вас? Ну, как думать? Ну, хорошо. Что, положи в трубку, честно? Нет, ну, конечно же, я витсутня в шуме. Витсутня? Ну, так, какие претензии есть к этому? Нет, претензий не имею. Кочка витсутня. Все. Нет, ну, я первый раз, возьмите витсутня. Возьмите витсутня. Мы же, понимаете, мы имеем дело с ним, человеком, постоянно. Тут немало просто. Есть дырка, дырка, все сказав, что так, что так. Тут же, тут никто не... Мы же от фонаря не поднимем. Кочка слива витсутня. Нет, ну, в церкви. У нас договора, в договорах, еще было написано, пробовать перспективный, было, пришло письмо. Тимчасово. В новых договорах такого точки нет? Нет. Ну, я же не знаю. Так я вам говорю, вы не знаете свой письмо? Нет, мы уже занимаемся этим годами, понимаете? Уже там, это не один десяток годов. Тут была все время дырка. Дырка есть, было прописано. Раз пришло на письмо, 3-4 месяца назад, пришло, тимчасово, отсутня. Ну, сейчас на водителя инспекции по благоустрою еще составляет протокол. В машине сидит инспектор. То есть участковый составил протокол, инспекция по благоустрою. Ну, видим, что хозяева признают это письмо, видят, понимают, но в договорах не состыковки. Ну, нужно. Я вам расскажу, это ваш бизнес, но я знаю ваш бизнес чуть больше, чем... Потому что, для того, чтобы открыть точку слива, нужно согласовать все моменты, нужно получить согласование с областной экономической инспекцией, нужно получить согласование с анстатом. Пожалуйста, возьми. Согласование. Здесь точки нет, это просто отверстие. Это просто отверстие в коллектор, пробитое лому. Ну, нема у кого. Сказал... Точки нет слива. Это вообще язык между людьми, которые занимаются этим бизнесом и возмущенной общественностью, депутатам. Но суть в том, что мы на данный момент видим, что представители водоканала отказываются сюда ехать. Ну, а теперь давайте понимать, почему они отказываются. Потому что разрешение как бы и есть, и в то же время как бы и нет. В документах идет полное противоречие. Договор от 2011 года, еще раз подчеркиваю, как бы лангируется. Но на первое число 10 месяца этого года здесь точки слива нет. Ну, вот так.